Я всегда, я даже признаюсь, признаюсь вам, скажу, и себе скажу, и в газету скажу, что вот этот жест, который я, можно сказать, бешеным успехом, это мне придумал режиссер. Я найду себе то, что это сказать, перед тем, как войти за деньгами, потому что в конце концов, в конце концов, там проблемы. У тебя есть дети? Ну, дай Бог, что-то будет, когда ты сразу увидишь, как у вас возникнет проблемы на маму похожие или на папу. Вот это взаимоотношение режиссера и актера в этом тонкости. Вот там мы должны пройти это. Или тогда мы говорим, что вот там посидим, покури, я сейчас все постараюсь сделать. Такое, наверное. Но я думаю, это хуже. Молодец, все, а вопросы теперь больше говорить не буду. А у вас есть любимый режиссер? Что-что? Любимый режиссер у вас есть? Ваши отношения? Я проработал с Викиным, я работал с Вачаровым, я работал с Марком Захаровым, мой учитель, у которого я учился в Ереване. Вы его не знаете, но я от них родился. Да, да. Вот эта замечательная фраза, кто это сказал? Режиссер, режиссер умирает в актере. Вот это, вот это, вот очень такая, ну кто не понимает, все начинают смеяться, шутить. Но это я, я знаю, что это такое, вот это, о чем я не говорю. Вот это, когда это вдруг вплетается друг в друга. И тогда ты даже не можешь сказать, что это, вот я так играю хорошо, это, кто тебе подсказал, что вот в этом месте там, и так далее, и так далее. Это в результате этой любви рождается. Так я думаю. Может, я упрощаю, когда говорю о любви, потому что, потому что, особенно в актерском, в актерском деле, в женском деле, актерского дела, есть, значит, вот, немножко, мазохизм есть. Что, я это тоже видел, когда вы, вы так долго не рассказываете, ей говорили, вот, да не говорили, она садила, она заплавляла, и сыграла. Ну, можно так, можно, думаю, что, может быть, я не согласен, или не упрощаю дело, может быть, там есть более каталогические вещи, которые, но во всяком случае, это, на мой взгляд, один из самых трудных вопросов. Вот взаимоотношения, как создается, как мы лепим, как мы репетируем, как мы входим, и так далее. Это очень трудно, очень, очень, я это говорю, потому что, вот, вот, сегодня ехали, и все к ней рассказали, что, репетируете, или, там, все-то пробуете делать, это очень хорошее дело, но, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, если ты будет носить формальный характер. Я скажу очень просто, вот, я опытный артист, уже 50 лет на сцене, значит, я опытнее, чем ты. Так, поэтому, унизить тебя, или поставить на колени, мне легче, понимаешь, тем более, что у меня микрофон рядом, а у тебя его нет. Поэтому, я против этого, против, я против власти. Знаешь, вот, есть, если занять жизнь с тобой, вот, я, например, может быть, есть гораздо больше, но я знаю две профессии, очень трудные, это режиссер и врач, и режиссер, и врач, когда не добивается победы, начинает тебя унижать. И врач, и врач, да, 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 обязательно, потому что... А у меня, вот, ты правильно рассуждаешь, что, конечно, врач набивается, а если я чувствую, что это не нужно отсюда, а вот отсюда лучше. Я могу не знать всей этой механики, но я это чувствую. Нет, у вас отсюда идет, и так далее. Это вещь непростая, непростая. Поэтому мы с тобой много раз убеждались, когда врач тебя спрашивает, пенициллин ваш организм нормально принимает? Нет, ненормально, тогда отключаем. Значит, это партнерство. Вот о чем я, о чем я рассказывал. Это тоже партнерство. Да ладно, до России, где-то, если так можно. Более того, даже можно тут успеха достигнуть, достигнуть какого-то, понимаешь? Понимаешь? Вроде, вот этот геморрой вылечили. Но по-настоящему это не так. Не так. Особенно в том, для усын деле, как в наших, чем мы занимаемся. Поэтому там есть... Если вы вопросы, задавайте, может, и я... Мне, если у вас нравится, хорошо у вас. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Ребята, вы представляетесь, пожалуйста. Меня зовут Кристина, я бегу из Чикаго. У меня был вопрос... Ты из Чикаго? Давай по-английски. Да, давай. Мы с вами с этим фоном общались несколько лет назад. Давай, Саняш, скажи. У меня был вопрос. Скажите, а вы учитесь чему-то, вот в последнее время вы играете в театре, в кино. Вы учитесь, вы открываетесь, вы что-то думаете? Я учусь в эпизоде. Как только я перестану удивляться, поверь, говорю непростые слова, я тогда должен побежать и песню организовать в театре. Если я не перестану удивляться, вот тебе говорю честно, вот что меня больше всего удивляет? Дети, дети и животные, вот прикасайтесь к ним, пообщайтесь с ним, вот там происходит утепление. Потому что нарушаются правила, элементарная логика, молодец, исчезает. Поэтому я и привел слова Митча. Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Подумайте, это гениальное выражение. И вы увидите, сколько в нем опасного, по-настоящему опасного. Понимаешь? Поэтому, знаешь, одна из таких... Я опытный актер, много лет занимался делом актерским. И много раз знаю, что мы... Я прочитал пьесу, потом прочитал критику по этому поводу, потом рассказ, как эту роль играла Пепелькина, Петюкина. Мы все равно к этому не страиваем. Такое есть понятие, знаешь, говорят, версия. А поток не сходится. Почему же у него задушил этот черный? Потому что мы не добрались до сути. Мы уговорили друг друга на некое понимание этого вопроса. А, потому что он черный, а она белый. А, все, решили вопрос, и все, пошли играть. А потом не сходится. И тогда мы... И... Во всем, что это плохо, не очень... Не очень... Ну, как говорят, навара не будет. Понимаешь? Потому что это довольно опасный. Если кто хоть-хоть разбирается там в шахматах и в этих задачах, это там то же самое. Там вроде-вроде так, хоть ярко все, вкусно. Вот об этом в конце не сходится. Это неясняется, что история не получила удара.